Полтора года съемочного процесса, много работы над материалом с самим героем картины, чтобы она получилась правдивой. И вот первым зрителям представили фильм «Командир». Кино рассказывает о взрослении героя Советского Союза Геннадия Зайцева и его работе на посту командира специальной антитеррористической группы Альфа КГБ СССР. Фильм посвящен 50-летию со дня создания самой группы и 90-летнему юбилею Геннадия Николаевича. Я в область Геннадия Николаевича произношу такие слова о пятиконечной звезде. Из пяти лучей этой звезды первый принадлежит моей маме, второй моим наставникам, третий сотрудникам нашего подразделения, четвертый мой. Ну а пятый луч принадлежит безусловно моей любимой жене. И вот наш фильм о том, что героями не рождаются, ими становится, но помогают им как раз люди, которые окружают. Кастинг на главную роль фильма прошел достаточно быстро. Предпочтение было сразу отдано Кириллу Зайцеву, который не только является однофамильцем героя, но и внешне сильно похож на него. Как отметил сам актер, для него эта работа стала очень ответственной. Ведь именно через его игру люди узнают о жизни легендарного командира. Также Кирилл рассказал, что главную оценку за свою роль он уже получил непосредственно от Геннадия Зайцева. Он сказал такие слова, которые мне были очень приятны. А сказал он так. Кирилл, ты с поставленной задачей справился. Из его уст это очень высокая похвала. Центральным эпизодом фильма стала операция по освобождению заложников в городе Арджиникидзе в декабре 1988 года, которая долгое время была засекречена. Больше 30 детей и учительница оказались захвачены в школьном автобусе террористами, которые требовали от властей заплатить выкуп, предоставить самолет и дать возможность вылета за границу. За подлинность всех показанных событий отвечали непосредственные участники операции спасения. Да, я смотрел его, но я сравнивал с теми моментами жизненными, которые были у меня. Потому что я реально эту операцию знаю. Я принимал активное участие в этой операции. Естественно, я смотрел, как играют актеры, правильно ли они, допустим, носят мешки с деньгами, пищу приносят. Я знаю, кто ходил. Я знаю по фамилии. Это мои друзья. Самара стала одним из немногих городов, где прошел специальный предпоказ фильма. Прошли предпоказы лишь в тех местах, которые наиболее дороги герою Советского Союза. Обычно Геннадий Николаевич везде присутствует сам, но встречу в Самаре ему пришлось пропустить из-за болезни. Мы были в Чусовом на его родине, показывали фильм. Мы показывали фильм в Чайковском, там живут его родные сестры. Вот одной, 91 будет в этом году, там, ну и, короче, 88-85, понимаете. И вот мы им показывали фильм. Они были просто счастливы. И вот сейчас мы покажем здесь все города, все места, которые ему очень дорогие и близкие. 22 февраля жители Самары и всей страны смогут увидеть фильм на больших экранах и заочно познакомиться с героем Советского Союза Геннадием Зайцевым, чья тяжелейшая работа, по большей части, всегда оставалась за кадром. Светлана Кудрявцева, Андрей Горкуленко, Петр Паломеев. События.